Я продолжаю цитирование политического отчёта профессора Пауля Томсона, уже предъявленного во вчерашнем вечернем заседании Трибунаву. Члены суда найдут этот документ на странице 116 книги документов. Начинаю цитату. Я цитирую всего два коротких извлечения из этого политического отчёта. Хотя здесь, на Востоке, на меня возложены чисто научные задачи, я чувствую себя обязанным присоединить к моему деловому докладу общий политический отчёт. Я должен откровенно и честно заявить, что я возвращаюсь на родину с самыми тяжёлыми впечатлениями. В этот час, когда решается судьба нашего народа, каждая ошибка может иметь роковые последствия. С польским или чешским вопросом мы можем сами разделаться. На это хватит биологических сил нашего народа. Такие маленькие национальности, как эстонцы, ватыши и литовцы, должны либо приспособиться к нам, либо погибнуть. Совершенно иначе обстоят дела на колоссальном русском пространстве, которое крайне важно для нас, как сырьевая база. Прерываю на этом цитату и продолжаю её на странице 117 книги документов, абзац 10 и 11. Начинаю цитату. Киев, который имеет место в Днепропетровске, следует прекратить и виновных наказать. Киев, 19 октября 1942 года, профессор доктор Пауль Томсон. Уже хорошо известная суду теория немецких фашистов о германизации гласила, что германизируются не народы, а территория. Я привожу суду доказательства подобного рода преступлений гитлеровцев, которые они намеревались совершить в Югославии. Это преступление не могло быть осуществлено в результате вспыхнувшего по всей Югославии освободительного восстания. Я привожу короткое извлечение из доклада правительства Югославии, которое члены суда найдут на странице 68 в 7 абзаце книги документов. Начинаю цитату. Немедленно по вступлению в Словению германских войск немцы приступили к осуществлению своего давно задуманного плана германизации аннексированных районов Словении. Руководящим нацистским кругам было совершенно ясно, что нельзя успешно провести германизацию Словении, если предварительно не убрать из нее большую часть национально и социально сознательных элементов. А для того, чтобы ослабить сопротивление народных масс, которые они оказывают нацистским властям при проведении германизации, необходимо их численно уменьшить и экономически уничтожить. Германский план предусматривал полное, в кавычках, очищение отдельных районов Словении от Словен и заселение их немцами, гашетскими немцами и немцами из Бессарабии. Опускаю один абзац и продолжаю цитату. Начинаю цитату. Несколько дней спустя после захвата Словении были созданы центральные органы по переселению. Штаб находился в Мориборе, Марбург на Травае и в Бледе, Вельдес. Одновременно 22 апреля 1941 года был опубликован закон об укреплении германского народного духа. Первой целью этого закона была конфискация имущества всех лиц и учреждений, враждебно настроенных по отношению к Германии. К таковым, естественно, причислялись все те, кто по плану должен был быть изгнан из Словения. Гитлеровцы приступили к практическому осуществлению этого плана. Они арестовали большое количество лиц, которые намечались к высылке в Сербию и в Хорватию. Обращение с арестованными было весьма жестоким. Все имущество арестованных конфисковывалось в интересах Райха. Было организовано много сборных пунктов, превращенных фактически в концлагере, в Мориборе, Цельге и других местностях. По поводу обращения с арестованными в этих пунктах в докладе правительства Югославии сказано следующее. Это место члены суда найдут на странице 69, 4-й абзац книги документов. Начинаю цитату. Интернированных оставляли без пищи, в антисанитарных условиях. Обслуживающий персонал вагерей подвергал их телесным и духовным пыткам. Весь персонал вагерей и коменданта были членами СС. Среди них было много немцев из Каринтии и Штирии, которые ненавидели все Словенское и вообще Югославское. Характерно следующая фраза. Особенной жестокостью отличались члены Союза культуры. В подтверждение этого же преступления гитлеровцев я представляю трибуналу под номером СССР-139, Ю-87, письмо германской военной комендатуры в Смиредово к югославскому квислинговцу, некоему комиссару Стефановичу, в котором содержится приказ сообщить о возможности переселения в Сербию большого количества славян. Этот документ члены суда найдут на странице 119 книги документов. В докладе правительства Югославии на странице 49-й русского текста, что соответствует странице 69-й, 7-й абзац книги документов суда, сказано, что первоначально германские власти намеревались ввести в Сербию 260 тысяч славян. Однако осуществление этого плана встретилось с рядом трудностей. Я цитирую по этому поводу один абзац из доклада правительства Югославии. Но ввиду того, что переселение в Сербию такого большого количества славян натолкнулось на большие трудности, Вскоре после этого между германскими властями и квистлинговцами, усташами, управлением в Загребе, завязались переговоры по поводу транзита выселяемых славян через хорватскую территорию, а также по поводу поселения части славян в Хорватии и выселения из нее серб. Я представляю трибуналу под номером СССР-195 или Ю-88 про такого совещания, проведенного 4 июня 1941 года в германской миссии в Загребе. На этом совещании представительству германский посланник в Загребе, обергруппенфюрер С.А. Зигфрид Кашин. Этот протокол был захвачен в сербском переводе в архиве комиссариата по делам беженцев так называемого правительства Милана Недича. В протоколе обозначена тема заседания выселения славян из Германии и Хорватии и Сербии, а также сербов из Хорватии в Сербию. Члены суда найдут этот документ на странице 120-й книги документов. В этом месте протокола дословно говорится следующее. Совещание было одобрено Имперским Министерством Иностранных Дел телеграммой под номером 389 от 31 мая. Согласие фюрера на переселение получено телеграммой номер 344 от 24 мая. Таким образом констатируется непосредственная ответственность подсудимого фон Риббентропа за это преступление против человечности. С этим, как видно из доклада правительства Югославии, был произведен угон значительного количества славян в Германию. Привожу один абзац из доклада правительства Югославии, который члены суда смогут найти на странице 70-й, последний абзац книги документов. Начинаю цитат. Вскоре после этого началось само переселение. По утрам в деревне приходили грузовики. Солдаты и гестаповцы, вооруженные пулеметами и винтовками, врывались в дома и приказывали жильцам немедленно выходить из жилища. Причем брать с собой разрешалось только то, что каждый мог нести сам. Все эти несчастные люди должны были в несколько минут уйти из дома и оставить там свое имущество. На грузовиках они были доставлены в монастырь католического ордена тропистов в Рейхенберге. Оттуда отходили эшавоны. Каждый эшавон забирал в Германию от 600 до 1200 человек. Округ Брежица был очищен от населения почти полностью. Округ Крышко на 90%. Из обоих округов было угнано 56 тысяч жителей. Из общины церковца, Уптуя, сверх того увезено 4000 человек. Упускаю один абзац и продолжаю цитату. Их заставляли выполнять самые тяжелые работы и жить в ужаснейших условиях. Впоследствии этого среди них была массовая смертность. За малейший проступок к ним применялись самые суровые меры наказания. Я не буду перечислять других мест, содержащихся в докладе правительства Югославии и посвященных тому же вопросу. Не цитируя этот документ, я лишь прошу, уважаемый суд, принять в качестве доказательства дополнительный официальный доклад правительства Югославии, который я передаю за номером 357. Подобные же преступления были совершены немецкими преступниками на территории оккупированной Польши. Я привожу краткие извлечения из доклада правительства Польской Республики. Члены суда найдут то место, которое я просил бы разрешения суда процитировать на странице 3, абзац 3 книги документов. Этот раздел назван «Германизация Польши». Пункт А. План. Начинаю цитату. Ясные указания относительно программы в этом отношении найдены в публикации, распространяемой среди членов Национал-социалистской партии в Германии в 1940 году. Она содержала принципы немецкой политики на Востоке. Вот несколько цитат из нее. В военном смысле польский вопрос решен. Но с точки зрения национальной политики он теперь только начинается для Германии. Национальный политический конфликт между немцами и поляками должен быть доведен до степени, невиданной до сих пор в истории. Цель, перед которой стоит немецкая политика на территории бывшего польского государства, двоякая. Первое. Стремиться, чтобы известная часть этого пространства была очищена от чужого населения и населена немецким населением. И второе. Навязать немецкое руководство с целью обеспечить, чтобы на этой территории не вспыхнул новый пожар против Германии. Ясно, что такой цели нельзя никогда достичь с поляками, но только против них. Прерываю цитату и продолжаю ее на странице 15 доклада Польской Республики, что соответствует странице 5, 5-й абзац книги документов суда. Этот раздел назван «Колонизация Польши немецкими переселенцами». Начинаю цитату. Политика в этом отношении ясно выражена официальными немецкими властями. Воздают Шербеобахтер от 7 мая 1941 года напечатано ниже следующее воззвание. Впервые в истории Германии мы используем наши военные победы в политическом отношении. Никогда больше, даже сантиметра земли, которую мы покорили, не будет принадлежать полякам. Таков был план. Факты, которые привели это на практике, были следующие. Местность за местностью, деревня за деревней, местечки и города на присоединенных территориях были очищены от польских жителей. Это началось в октябре 1939 года, когда местность Орвова была очищена от всех поляков, живших и работавших в ней. Потом пришел в польский порт Гдыня. В феврале 1940 года около 40 тысяч человек было изгнано из города Познание. Их места были заняты 36 тысячами баутийских немцев, семействами военных и немецких чиновников. Польское население было изгнано из следующих городов. Гнезно, Хеумно, Костян, Нешива, Инвратслав и многих других городов. Немецкая газета Grand Zeitung Grand Zeitung уведомляла, что в феврале 1940 года весь центр города Уодзи был очищен от поляков и предназначен для будущих немецких поселенцев. В сентябре 1940 года общее число поляков, вывезенных из Уодзи, было оценено в 150 тысяч. Но не только был дан приказ, чтобы люди, живущие в этих местностях, ушли. Им было запрещено взять с собой свою собственность. Все следовало оставить. Место этих поляков, депортированных из своих жилищ, предприятий и хозяйств, было занято немецкими пришельцами. В январе 1941 года более 450 тысяч немцев было таким образом поселено. Я упускаю следующую часть доклада, который я хотел цитировать, и прошу суд лишь обратить внимание на раздел «Германизация польских детей». Это короткая цитата, всего два небольших абзаца. «Тысячи польских детей от 7 до 14 лет были безжалостно уведены от родителей и семейств и увезены в Германию. Сами немцы объяснили цель этой самой жестокой меры в Кельнишецайтунг в издании номер 584 1940 года. Мы читаем. Их будут учить немецкому. Им будут прививать немецкий дух за тем, чтобы воспитать их как образцовых девушек и юношек. Для уяснения того, в каких формах совершалось немецким фашистами во исполнение их каннибальских планов, уничтожение советских людей, мирных жителей моей Родины, женщин, детей и стариков, я прошу суд о вызове для допроса свидетеля Григорьева, Якова Григорьевича, крестьянина деревни Павлова, Шквертовского сельского совета Хорховского района Псковской области. Он прибыл из Псковской области, это область под Ленинградом, и по имеющимся у меня сведениям сейчас находится в помещении суда. Я прошу суд о допросе этого свидетеля. Я перехожу к следующему разделу моего доклада дискриминация советских людей. Дискриминирование советского населения было обычным методом гитлеровских преступников. Оно проводилось преступниками последовательно и повсеместно. в этом разделе моего доклада я обращусь к материалам самих немецких преступников, лишь в настоящее время доставленным и оказавшимся в распоряжении советского обвинения. Они были изъяты чрезвычайной государственной комиссии в лагере для военнопленных Ламсдорф. Я предъявляю суду под номером СССР 415 сообщение чрезвычайной государственной комиссии о преступлениях, совершенных германским правительством и германским верховным командованием над советскими военнопленными в лагере Ламсдорф. К этому сообщению привожен ряд подлинных документов немецко-фашистских преступников, изъятых в делах лагеря. Я буду иметь возможность предъявить некоторые из этих документов уважаемому суду. Ценность предъявляемых мною документов состоит в том, что из них видно, как даже в условиях человекоубийственного режима, созданного в одном из наиболее крупных и жестоких германских концлагерей, преступники, верные каннибальским принципам своих теорий, производили беззастенчивую дискриминацию советских людей. Я привожу короткие извлечения из предъявленного мною сообщения чрезвычайной государственной комиссии. То место, на которое я ссываюсь, члены суда найдут на странице 123-й книге документов абзац 4-й. Здесь дается общая характеристика лагеря. Начинаю цитату. На основании произведенного расследования чрезвычайная государственная комиссия установила, что в Ламсдорфе, в районе города Оппельну с 1941 года по май 1945 года существовал немецкий стационарный лагерь номер 344. В 1940-41 годах в этом лагере содержались польские военнопленные, а с конца 1941 года в него стали поступать советские, английские и французские военнопленные. Опускаю две следующих фразы и продолжаю цитату. У военнопленных отбирали верхнюю одежду и обувь, и они должны были даже зимой ходить босиком. за время существования лагеря через него прошло не менее 300 тысяч военнопленных. Из них около 200 тысяч советских и 100 тысяч польских, английских, французских, бельгийских, греческих военнопленных. Наиболее распространенным методом истребления советских военнопленных в Лямсдорфском лагере была продажа заключенных для работы на предприятиях различных германских фирм, где их беспощадно эксплуатировали до полной потери сил и смерти. В отличие от многочисленных германских бирж труда, где уполномоченные заукеля продавали угнанных в немецкое рабство советских граждан, немецким хозяйчикам в розницу, в Ламсдорфском лагере была организована оптовая продажа предпринимателям военнопленных, сформированных в рабочие команды. Таких рабочих команд в лагере было 1011. при последующем предъявлении документов мне хотелось бы, чтобы высокий суд правильно понял те положения, в подтверждении которых я буду представлять суду доказательства. Я совсем не хочу сказать того, что режим, созданный немцами в отношении британских, французских или других военнопленных отличался мягкостью или гуманностью. И только советских военнопленных администрация лагеря уничтожала, применяя для этого различные преступные методы. Отнюдь нет. Лагерь в Лямсдорфе по существу преследовал цель уничтожения военнопленных без различия их национальности или гражданства. Однако и в этом лагере смерти, в этих тягчайших условиях, созданных для военнопленных всех национальностей, немецкие фашисты, совершая преступления против человечности, верные принципам гнусных своих теорий, создавали особо мучительные условия для советских людей. я предъявлю суду в коротких извлечениях серию документов, изъятых из архива этого лагеря и представляемых трибуналов подлинников. Все эти документы указывают на явную дискриминацию советских военнопленных, осуществляемую администрацией лагеря по указаниям имперского правительства и Верховного военного командования. Предъявляю уважаемому суду под номером СССР 421 адресованную начальником по делам военнопленных 8-го военного округа администрации промышленных предприятий, куда направлялись военнопленные памятку об использовании труда советских военнопленных. Прошу суд принять этот документ в качестве доказательства. Он предъявляется в подлиннике. Я цитирую пункт 10-й памятки. То место, которое я цитирую, члены суда найдут в последнем абзаце на странице 150-й книге документов. Начинаю цитату. относительно обращения с русскими военнопленными имеются следующие указания. Русские военнопленные прошли школу большевизма. Их нужно рассматривать как большевиков и обращаться с ними как с большевиками. Согласно советским инструкциям они даже в плену должны активно бороться против государства взявшего их в плен. Поэтому нужно с самого начала обращаться со всеми русскими военнопленными с беспощадной строгостью, если они дают для этого хотя бы малейший повод. Полнейшая изоляция военнопленных от гражданского населения как на работе так и во время отдыха должна соблюдаться строжайшим образом. Все гражданские лица пытающиеся каким-либо путем сблизиться с русскими военнопленными находящимися на работе беседовать с ними передавать им деньги продукты питания и прочее должны безусловно задерживаться допрашиваться и доставляться в полицию. Цитирую далее и вступление к памятке. Это место члены суда найдут на странице 149 во втором абзаце книги документов. Начинаю цитат. главный штаб вооруженных сил издал указания об использовании труда советских военнопленных согласно которым использование русских военнопленных допускается лишь при условиях являющихся значительно более строгими по сравнению с условиями работы военнопленных других национальностей. Кончаю цитату. Таким образом указания об особо жестоком режиме в отношении советских военнопленных применяемым лишь за то, что они были советскими людьми не являлось произвольным делом администрации лагеря Ламсдорф. Они были продиктованы главным штабом вооруженных сил. Составляя памятку администрация лагеря Ламсдорф лишь выполняла прямое приказание Верховного командования. Я привожу два других пункта памятки достаточно характерных. Цитирую пункт четвертый, который члены суда могут найти на странице 149-й книге документов в последнем абзаце. Начинаю цитату. Она очень коротка. В противопоможность повышенным требованиям предъявляемым к обеспечению охраны живых помещений для русских военнопленных к обеспечению охраны живых помещений для русских военнопленных требования к этим помещениям с точки зрения жилищных удобств являются самыми минимальными. Я постараюсь показать впоследствии что это означало. Цитирую далее пункт седьмой который уважаемые судьи найдут на странице 150 книги документов в третьем абзаце. Начинаю цитату. Размеры продовольственных пайков для находящихся на работе русских военнопленных отличаются от пайков предоставляемых военнопленным других национальностей. О них будет сообщено дополнительно. Такова была памятка для промышленников на предприятия которых в качестве рабов были направлены советские военнопленные. Я представляю суду под номером СССР 431 другую памятку адресованной уже охране советских военнопленных. Документ представляется в подлиннике и я прошу трибунал приобщить его к материалам дела в качестве доказательства. Прошу разрешения суда привести некоторые краткие извлечения из этого документа. Во-первых привожу ту часть документа из которой видны источники его происхождения. На первой странице текста документа сказано что он является привожением начинаю цитату к распоряжению главного штаба вооруженных сил. Там дальше следует номер и дата. Это не так существенно. Цитирую вводную часть памятки которую можно найти на странице 152 книги документов суда. Начинаю цитату. В первый раз в этой войне немецкий солдат встречается с противником обученным не только в военном но и в политическом отношении идеалом которого является коммунизм который видит в национал социализме своего злейшего врага. Опускаю следующую фразу и продолжаю цитату. Даже попавший в плен солдат каким бы безобидным он не выглядел внешне будет использовать всякую возможность для того чтобы проявить свою ненависть против всего немецкого. Надо считаться с тем что военно-пленные получили соответствующие указания о поведении в плену. Мой коллега полковник Покровский уже показывал абсурдность ряда заявлений об этих особых указаний поэтому я не считаю нужным останавливаться на этой фразе. Продолжаю цитату. поэтому по отношению к ним совершенно необходимо максимальная бдительность величайшая осторожность и недоверчивость. Для охранных команд существуют следующие указания. Первое применение строжайших мер при проявлении малейших признаков сопротивления и непосвушания. для подавления сопротивления беспощадно применять оружие. По военнопленным пытающимся бежать немедленно стрелять. Характерно два слова значащиеся в скобках без окрика стараясь в них попасть. Опускаю следующие два абзаца и привожу вторую часть пункта третьего памятки, которую члены суда могут найти на странице 153 во втором абзаце книги документов. Цитирую оттуда три строчки. По отношению к трудолюбивым и послушным военнопленным также неуместно проявление мягкости, так как они рассматривают это как проявление свабости и делают из этого соответствующие выводы. Опускаю пункт четвертый и заканчиваю цитирование этого документа пунктом пятом памятки. Члены суда могут найти это место на странице 153 в последнем абзаце книги документов. мнимая безобидность большевистских военнопленных никогда не должна приводить к отклонению от вышеприведенных указаний. Несколько ранее я цитировал пункт четвертой памятки об использовании труда советских военнопленных предназначенной для промышленников. Там говорилось о том, что требования предъявляемые к помещениям для советских военнопленных с точки зрения жилищных удобств должны быть самыми минимальными. Что это значило уважаемому суду будет видно из отношения начальника снабжения и снаряжения армии от 17 октября 41 года разосванного заместителем командующих корпусами и управления военных округов. Я предъявляю этот документ под номером СССР 422. Он также предъявляется в подлиннике. Я прошу приобщить его к материалам дела в качестве доказательства. Он был издан в Берлине и датирован еще 17 октября 41 года. Из этого документа я цитирую один абзац текста. Этот абзац члены суда могут найти на странице 154 книги документов. Начинаю цитату. Относительно расквартирования советских военнопленных на совещание, которое состоялось 19 сентября 1941 года у начальника снабжения и снабжения армии было установлено, что путем постройки многоэтажных нар вместо кроватей в бараках рассчитанных на 150 военнопленных можно разместить на постоянное жительство 840 человек согласно чертежу барака для советских военнопленных. Остальное место документа я цитировать не буду. Так мне кажется, что этот абзац уже достаточно ясен. Я прошу суд принять в качестве доказательства два документа, также представляемых в подлиннике, которые свидетельствуют о том, что в лагере проводилась практика истребления советских людей по политическим соображениям. Это была практика убийства. Во-первых, я представляю суду под номером СССР 432 приказ по лагерю номер 60. Документ представляется в подлиннике и я прошу приобщить его к делу в качестве доказательства. Члены суда найдут тот абзац, который я хотел бы процитировать на странице 155 книги документов. Просил разрешение суда привести, находится на странице 155 книги документов. Пункт 4 приказ образ действий при расстрелах или серьезных ранениях военно-пленных. Судебный офицер, о каждом случае расстрела или серьезного ранения военно-пленных следует доносить как о чрезвычайном происшествии, если это касается английских, французских, бельгийских или американских военно-пленных, то в этих случаях следует поступать кроме того, согласно инструкции главного штаба вооруженных сил. Этот приказ был датирован 2 августа 1943 года, но 5 ноября 1943 года последовал уже другой приказ, меняющий даже этот порядок в отношении советских военно-пленных. Я прошу суд принять в качестве доказательства представляемый мной под номером 433 приказ по лагерю номер 86. Из этого документа я цитирую лишь один параграф, а именно параграф 12-й. расстрелы советских военно-пленных. Судебный офицер. О расстрелах советских военно-пленных и о происходящих с ними несчастных случаях со смертельным исходом впредь не требуется доносить по телефону начальнику по делам военно-пленных как по чрезвычайных происшествиям. В некоторых случаях Верховное командование вооруженных сил Германии допускало выплату ничтожной заработной платы военно-пленным. Но и здесь советские военно-пленные ставились в условия вдвое худшие чем военно-пленные других национальностей. В подтверждение этого я прошу трибунал принять в качестве доказательства директиву Верховного командования вооруженных сил Германии датированную 1 марта 44-го года. 427. Документ Документ будет представлен суду под номером СССР 427. Я прошу суд приобщить этот документ к материалам дела в качестве доказательства. из этого документа я цитирую всего лишь две фразы. Эти фразы члены суда найдут на странице 274 книги документов. Первая фраза. Военно-пленные работающие весь день получают получают за один полный рабочий день основную плату не советские военно-пленные 0,70 рейхсмарк. Советские военно-пленные 0,35 рейхсмарк. Вторая фраза в конце документа. Это соответствует странице 275 книги документов суда последний абзац. Минимальная заработная плата составляет в день 0,20 рейхсмарк для несоветских военно-пленных 0,10 рейхсмарк для советских военно-пленных. Кончаю на этом цитировании документа. Если другие военно-пленные получали от немецко-фашистских убийц право на несколько глотков свежего воздуха в день, то советские люди были лишены и этого. Я прошу суд принять под номером СССР 424 в качестве доказательства подлинный приказ по лагерю номер 44. Из этого приказа я прошу разрешения суда привести одну фразу из параграфа 7-го озаглавленного прогулки военно-пленных. Начинаю цитату. В тех особых случаях, когда военно-пленные в результате того, что их живые помещения находятся внутри места работы, не имеют возможности пользоваться свежим воздухом, военно-пленных можно для сохранения их трудоспособности выводить на свежий воздух. Далее я прошу суд принять также представляемый в подлиннике приказ по лагерю номер 46. Этот документ представляется под номером СССР 425. Я напоминаю суду, что распоряжение предыдущего приказа о прогулках военно-пленных значилось под пунктом 7. Цитирую одну фразу из пункта 10-го приказа номер 46. этот пункт 10-й также озаглавлен прогулки военно-пленных причем в качестве основания для этого пункта указан приказ начальника по делам военно-пленных номер 1259 раздел 5-й от 2-го июня 43-го года. Привожу одну фразу в дополнение к пункту 7-му приказа по лагерю номер 44 от 8-го 6-го 43-го года разъясняется, что он не относится к советским военно-пленным. Кончается я прошу далее трибунал принять в качестве доказательства представляемый в подлиннике заявку трудового управления Мэри Шенберг. Это заявка на военно-пленных для использования их на несельскохозяйственной работе. Привожу две фразы из этого документа. То место, которое я просил разрешения суда привезти, находится на странице 160 книги документов. Начинаю цитату. Необходимость замены 104 английских военно-пленных, работающих в составе рабочей команды военно-пленных номер Е-351 на бумажной фабрике Генрих Сталь 160 советскими военно-пленными вызвано увеличившейся потребностью этой фабрики в рабочей силе. Пополнение команды английскими военно-пленными до необходимой численности 160 человек является невозможным, так как после проверки лагеря соответствующими военными властями в течение последних месяцев было установлено, что имеющегося помещения хватает только для 104 английских военно-пленных. однако в том же помещении можно без труда разместить 150 русских военно-пленных. Я прошу разрешения уважаемого суда процитировать еще один документ, а именно инструкцию номер 8 по этому лагерю, датированную 7 мая 1942 года. она озаглавлена использованием на работе советских военно-пленных. Я представляю этот документ в подлиннике под номером СССР 426 и прошу приобщить его к материалам дела как доказательство. Цитирую одну фразу, содержащую ценное признание самих гитлеровцев. Почти все без исключения советские военно-пленные находятся в состоянии сильного истощения. что не позволяет использовать их в настоящее время для нормальной работы. Кончаю цитирование этого документа. Главный штаб германских вооруженных сил специально занимался двумя вопросами. Во-первых, одеялами для советских военных плен. Во-вторых, вопросом о том, в каких формах должны проходить похороны умерщвленных безжалостным режимом концентрационных лагерей советских людей. Оба эти вопроса получили разрешение в одном документе. Я представляю его суду под номером СССР 429, и прошу трибунал приобщить его к материалам дела как доказательство. Этот документ члены суда могут найти на странице 162-й книге документов. это отношение управления 8-го военного округа датированное 28 октября 41-го года. я цитирую только текст. Начинаю цитату. В соответствии с решениями принятыми на совещании в главном штабе вооруженных сил сделаны следующие распоряжения. первое одеяво. Советские военно-пленные получают бумажные одеяла, которые они должны изготовить сами по типу стеганных одеял, но из бумажной дерюги, заполненной скомканной бумагой или чем-либо подобным. Материал будет предоставлен главным штабом вооруженных сил. Второй раздел, который следует, как в этом могут убедиться уважаемые судьи, сразу же за одеялами. Он озаглавлен погребения советских военно-пленных. Советских военно-пленных следует зарывать в землю раздетыми, завернутыми только в оберточную бумагу и без гробов. Гробами разрешается пользоваться только для перевозки. в рабочих командах погребения производятся соответствующими местными властями. Расходы по погребению оплачивают соответствующие стационарные лагеря для военно-пленных. Раздевание военно-пленных осуществляется охраной. по поручению подписал Гросса Кэтлер. Но не только управление военного округа занималось вопросом о способах захоронения советских военно-пленных. Этим же занималось и Министерство внутренних дел, направившее в лагере срочное письмо, снабженное специальным грифом, не подлежит опубликованию в прессе даже в выдержках. Я прошу суд принять этот документ в качестве доказательства под номером СССР 430. Члены суда могут найти это место на странице 276 книге документов. Я цитирую только несколько фраз из этого довольно объемистого документа. Пять фраз. Начинаю цитату. следует в целях экономии обращаться в армейские учреждения, например, по поводу перевозки трупов предоставления автомашин. Для перевозки и погребения не требуется гробов. тела умерших следует завертывать в бумагу по возможности пропитанную маслом смовой или асфальтом или в какой-либо другой подходящий материал. Перевозку и погребения следует производить незаметно. при одновременном поступлении многих трупов следует производить погребения в общей могиле. При этом трупы необходимо укладывать на обычной глубине друг возле друга, но не друг на друга. в качестве места погребения следует выбирать отдаленную часть кладбища. «Нельзя допускать украшения могил и совершения похоронных обрядов». Упускаю следующую фразу «Необходимо расходовать как можно меньше средств». так даже в специальных учреждениях германского фашизма, созданных для уничтожения людей, преступники все же проводили политику дискриминации по расовым и политическим мотивам. Практически эта дискриминация могла означать лишь то что одна часть заключенных в лагере приводилась к неизбежному концу смерти быстрее, чем другая часть. Но преступники и здесь старались сделать наиболее мучительным конец тех своих жертв, которых расценивали с позицией своих человеконенавистнических теорий как недочеловеков или считали способными к активному сопротивлению. Я прошу разрешения суда огласить один абзац из предъявленного ранее под номером СССР 415 сообщения чрезвычайной государственной комиссии о преступлениях в лагере Ламсдорф. Эта цитата будет свидетельствовать об объеме преступной деятельности гитлеровцев и ей я завершаю предъявление доказательств по этому лагерю. Члены суда найдут цитируемое мною место на странице 146 книги документов абзац 3. Начинаю цитату. По заключению специальной комиссии за время существования Ламсдорфского лагеря немцами было замучено более 100 тысяч советских военнопленных. Из них большая часть погибла в шахтах и на предприятиях или при обратной перевозке в лагерь. Часть была задавлена в землянках, многие были убиты в пути при эвакуации лагеря. 40 тысяч военнопленных были замучены в самому лагере Ламсдорф. Господин председатель, советское обвинение обращается к вам с просьбой о допросе еще одного свидетеля. Это доктор Кивельша, медик-врач, показания которого являются ценными для установления особого режима в отношении советских военнопленных в лагерях. Советское обвинение просит вашего согласия на допрос этого свидетеля. Продолжение следует...